Добрый вечер. Халак оказывает поддержку и бизнес-структурам страны в рамках акции «100 добрых дел», проводимой в честь своего юбилея. Так, банк на 80% профинансировал строительство нового «Портмол» в Алматы. Что интересного есть в открывшемся ТРЦ и сколько новых мест рабочих создано, расскажет автор проекта «Жузжилхалкпенбергем» Дина Исюмбаева. Добрый вечер. Еще одна точка притяжения для жителей и гостей города появилась на карте Алматы. 21 октября в мегаполисе состоялось официальное торжественное открытие второго крупнейшего «Портмол» при поддержке Халык. Он находится в восточной части мегаполиса на Кульджинском тракте. Торгово-развлекательный центр на сегодня уже посетили тысячи людей. Новый «Портмол» строили два с половиной года. Его общая площадь составила 150 тысяч квадратных метров. Финансово поддержали ход строительства объекта Халык и Фонд развития предпринимательства «Дому». Часть собственных средств вложила также компания «Евразия Ред», которой и принадлежит данный проект. Масштабы нового «Портмол» впечатляют. В нем расположился самый крупный в стране кинотеатр «Халык Аймакс Кинопарк» с 16 залами и с самым большим в СНГ Аймакс-экраном. Его площадь 377 квадратных метров. В торгово-развлекательном центре находятся точки 60 ритейл-гигантов. Самый большой в Центральной Азии семейно-развлекательный парк «Фэнки Пленет». Огромный фудкорт с пятью-десятью концептами ресторанов и кафе. «Халык» всегда рядом с народом, поэтому поддерживает все инициативы, направленные на улучшение качества жизни, отдыха и полезных развлечений казахстанцев. Так, благодаря новому «Апортмол» у жителей и гостей Алматы появилось еще одно современное место для досуга. А для 5000 человек созданы рабочие места. Что еще интересного есть в новом ТРЦ и как отзываются о нем сами горожане, давайте посмотрим в видеоматериале. Еще один «Апортмол» распахнул свои двери для жителей и гостей Алматы. Он расположился уже в восточной части города на Хульжинском тракте. В день своего открытия 21 октября торгово-развлекательный центр сразу же притянул большое число посетителей. В этот день для праздничного настроения проводились различные розыгрыши и акции. Настроение отличное. Мы здесь рядышком живем. Я очень рада, что открылся такой центр, где можно купить все от одежды до продуктов. Это очень прекрасно. Детские площадки. Будем водить ребенка обязательно. Игровые. Очень рад открытию. Спасибо Халлыкбанку за финансирование, конечно, такого масштабного торгового центра. Открылся прекрасный, замечательный, большой торговый комплекс «Апортмол». Мы очень этому рады. Хотим сказать большое спасибо Халлыкбанку. Очень много аниматоров веселых. Мы также будем выступать. Очень много всяких розыгрышей, в которых тоже все люди участвуют. Все очень интересно, очень классно, все организовано. Спасибо большое. Самый крупный здесь и фудкорт. В нем расположены 50 ресторанов и кафе. Для посетителей предусмотрены самые разные блюда и перекусы. Многие жители сразу же оценили представленное здесь меню. Начал свою работу и семейно-развлекательный парк «Фэнки Планет». Он считается крупнейшим в Центральной Азии. Его площадь составила 7 тысяч квадратных метров. Дети в восторге от разнообразия аттракционов. Карусели на любой вкус. Могут весело провести время в детском парке как самые маленькие, так и ребятишки школьного возраста. А вот взрослых порадовал большой продуктовый супермаркет. В торгово-развлекательном центре каждый может найти то, что ему по душе. Отмечу, проект принадлежит казахстанской девелоперской компании «Евразия Ред». Мы в первую очередь хотели бы выразить свои слова благодарности Народному банку, Халык-банку, за огромную поддержку, которую нам на протяжении всей нашей жизнедеятельности оказывается. И начиная с Семея, и в Алма-Ате, и во всем Казахстане. Просто хотели сказать, что Халык-банк – это надежный партнер, это самый мощный банк. Впервые в день открытия «Апорт Мол» прошел и показ фильма на самом большом в СНГ «Аймакс» экране. Именно здесь теперь находится самый крупный в стране кинотеатр – Халык-Аймакс кинопарк. Стоит отметить, это второй проект «Лавстайл» Мола в компании «Евразия Ред». Первый был открыт в 2009 году, также при поддержке Халык на Ташкентском тракте. Восток и Запад были определены местами развития мегаполиса еще в 2000 году. Мне кажется, миссия компании – это приносить людям, горожанам, жителям добро, культуру, центр развлечений, центр общения, центр развития. Здесь очень много кружков для развития детей, для развития горожан. Здесь есть места для культурного развития, здесь просто для общения. Для гостей предусмотрели «Апорт Мол» и бесплатную автостоянку на 2500 авто. В месяц ожидается, что ТРЦ будут посещать свыше миллиона человек. Отмечу, Халык на 80% профинансировал строительство объекта. Также вложил средства на возведение детского парка развлечений и аквапарка, открытие которого запланировано следующим летом. На этом у меня все, далее вас ждут новости. Спасибо коллегам. Ну а мы начинаем новости информбюро и смотрите сегодня выпуски. Миллион долларов США выделит Казахстан Палестине. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора газа. Какие еще важные решения прозвучали на саммите организации тюркских государств? Идут переговоры. Как власти отреагировали на заявления горноспасателей? Я считаю, что такая структура должна быть государственной. Кто из депутатов подключился к обсуждению, когда будет решена проблема? В Костанайской области убили женщину-полицейского. Главный подозреваемый ее муж. Также сотрудник правоохранительных органов. Что не поделили супруги, сколько детей воспитывали? Судоремонтное предприятие на грани закрытия. Ликвидировать предприятие, не глядя. Этот завод единственный в своем роде. Сколько человек могут остаться без работы и что планируют построить на месте завода. И обо всем по порядку. Миллион долларов США выделит Казахстан в качестве гуманитарной помощи Палестине. Об этом Касымжимор Тукаев заявил на полях юбилейного 10-го саммита организации тюркских государств. Сегодня аккорда приняла лидеров из семи стран. О чем договорились президенты, расскажет моя коллега Динара Нургалеева. Общая история, менталитет, язык, культура и традиции. Эти ценности объединяют страны тюркской пятерки. Выступая на полях форума, глава Узбекистана Шавкат Мерзиёев официально передал председательство в организации тюркских государств в Казахстан. Но принимая это во внимание, наш президент заявил, что следующий год будет проходить под девизом «Тюркская эпоха» или «Тюрктайм». Главом соседних республик Асамжу Мартукаев озвучил 8 основных приоритетов по повышению международной репутации нового бренда «Тюркский мир». Повестка включила вопросы экономического сотрудничества, инвестиций и межрегиональной торговли. По последнему пункту наш президент отметил, что товарооборот между членами организации превысил 22 миллиарда долларов. Данный показатель можно увеличить в полтора раза, если будут утверждены общие требования. Унификация. Эта инициатива открывает путь к свободному экспорту наших товаров на общий рынок. Единые стандарты позволят обеспечить ежегодный рост ВВП примерно на 1%. Считают целесообразным создание референс-центра организаций тюркских государств. Вслед за новыми реформами организации «Братские страны» укрепят сотрудничество в области культуры, образования и науки. Также глава государства предложил открыть в наших странах филиалы лучших университетов мира. Укрепляя доверие, страны-участницы продолжат борьбу с преступностью. Косымжи Мартукаев заметил, что нарастают вызовы, связанные с торговлей оружием и наркотиками, терроризмом, экстремизмом и миграцией. Вновь прозвучали призывы о мире без войн. На севере продолжается конфликт между Россией и Украиной, на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Сохраняется нестабильность в Афганистане, на Западе обостряется проблема нелегальной миграции. Сегодня жертвами противостояния становятся мирные жители сектора газа, особенно дети и пожилые люди. В этой связи я принял решение о предоставлении гуманитарной помощи палестинскому народу в размере 1 миллиона долларов. Для Казахстана инвестиции, впрочем, как и для всех тюркских государств, вопрос актуальный. Участники саммита единогласно поддержали инициативу Косымжи Мартукаева о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Впрочем, в этом году представители организации тюркских государств встретятся вновь на Международном энергетическом форуме, где будут рассмотрены вопросы экономии энергоресурсов, модернизации и диверсификации путей ее транспортировки, а также изменений климата в регионе. Динара Нургалиева, Дидар Ильев, Информбюро, Астана. Разрешать конфликт с горноспасателями в Карганды приехали депутаты Мажелиса и генеральный директор Республиканского центра профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Спасатели, которые устраняют последствия аварии на шахтах, просят вернуть их службу на баланс государства. Людмила Батюшкина продолжит тему. Руководитель организации, которая объединяет 11 профессионально-аварийных спасательных подразделений по всей стране, встретился с коллективом карагандинского филиала. Договорились создать рабочую группу, куда войдут несколько авторитетных представителей горноспасателей. Обсудят все их претензии. Главное, чего просят горноспасатели, чтобы служба вновь стала государственной. Вход государства на рынок аварийно-спасательных услуг означал бы одновременную смерть 70 субъектов частного предпринимательства. Поэтому я не думаю, что это будет сколь-нибудь возможно для государства. Я думаю, что нам удалось найти общий язык со всем коллективом. И вот эти недоразумения, которые имели место, они более не повторятся. Спасатели заявили о многочисленных нарушениях на шахтах АМТ. Но, по их словам, часть нарушений якобы замалчивают, потому что аварийная служба – частная ТО и находится на контракте у Арселор Миттл Тимиртау. По словам спасателей, их главная цель – это не допускать новых аварий. Все по факту, отбирать пыль, смотреть запыленные, чтобы у меня была возможность остановить, в конце концов, допустим, лаву, если уже серьезные нарушения, до исправлений. Чтобы мы могли как-то повлиять на всю эту ситуацию. И в связи со всем этим, я считаю, что такая структура должна быть государственной. Сюда же приехали депутаты мажориса парламента Никита Шаталов и Арман Калаков. Оба знают проблему. Первый из шахтерской семьи, второй сам руководил угольным департаментом АМТ. Моя позиция так, чтобы вернуть государственную собственность. Вот эти аварийные специальные требования. Все-таки, когда государство будет держать в руках, все и контроль со стороны государства, и материально-технические вопросы, социальной защищенности работников, я думаю, что государство будет в этом плане лучше решать. Также горноспасатели подняли проблему устаревшего оборудования в самой службе, лишение их льгот, отсутствие коллективного договора, которого они добиваются уже два года. Руководство ответило, что главная задача сейчас – это устранить последствия аварии на шахте Костенко. Тем не менее, гендиректор пообещал, что неделю будет здесь, что составят список всех вопросов, которые поднимают спасатели, посчитают, сколько это будет стоить. В любом случае, эту сумму придется включать в контракт с новым владельцем АМТ. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Жители села Кайназар в Алматинской области винят газовую службу в халатности. Говорят, из-за сильного давления в газопроводе едва не погибли люди. В одном из домов прогремел взрыв, и пострадали двое мужчин. Дамир Анитов разбирался в этой ситуации. Взрыв произошел рано утром 17 сентября. Тогда в доме находились двое мужчин. У них обгорело тело, но сильнее всего пострадали руки. Это то, что осталось от дома. Окна выбиты, стены потрескались, крыша вздулась, а мебель и техника пришли в негодность. Сейчас пострадавшие все еще находятся в больнице. Родственники мужчин заявляют, что в день взрыва газовики дали высокое давление в трубы, а народ не предупредили. Идва не погибли люди. В газовой компании действительно считают, что их вины здесь нет. Утечек, как и высокого давления, не было. Якобы жильцы сами виноваты, что оставили включенной комфорку. Мы не утверждаем, но, быть может, они сами оставили включенными плиту. Мое мнение, что в доме собралось много газа и произошел взрыв. Там даже маленькой искорки хватает. Я сам приехал в день взрыва. И когда зашел домой, увидел, что одна комфорка была включена. На ней стоял чайник с водой. Высокого давления не было. Пусть экспертиза покажет, что на самом деле было. Соседи опровергают слова газовика. По их словам, в тот день по всей улице, в домах давление в трубах было высоким. Да, давление было высоким. Причем у всех соседей. К нам зашел сосед, спросил, есть ли у нас газ. Мой сын включил плиту и обжег руку. Мы сразу отключили газ по всему дому. В тот день соседи звонили 104 и сообщали им, что давление газа сильное. Сделайте что-нибудь. Затем они сказали, да, мы отправим людей. Повторно были звонки. Они сказали, у нас рабочий день, когда начнется. И вот, не знаю, они такие отправили или нет. Но вот несколько соседей нам сказали, что они звонили. И они нам об этом написали. Позже стало известно, что компания решила возместить семье весь убыток. В том числе оплатить лечение пострадавших. Домиранитов, Сергей Шуйский, Информбюро. Газель со школьниками загорелась на трассе в Костанайской области. Дети ехали на Олимпиаду в село Амангильде. К счастью, никто из детей и взрослых не пострадал. Но машина сгорела дотла. Инцидент произошел в 9 утра, когда 66 учащихся в сопровождении педагогов, волонтеров, медработника и полицейского ехали на Олимпиаду. Детей сразу же эвакуировали и разместили в другие машины, движущиеся в этой колонне. Причина пожара – короткое замыкание. На место происшествия выехали пожарные. Жизни и здоровье детей ничего не угрожает. На данный момент они уже написали Олимпиаду в селе Амангильде. Микроавтобус «Газель», с которым, собственно говоря, случилось происшествие, 2011 года выпуска. У него имелась страховка. И техосмотр был проводен в октябре текущего года. В Кустанайской области полицейский подозревается в убийстве своей супруги. Женщина также была сотрудником правоохранительных органов. Вдвоем они воспитывали двоих маленьких детей. Полиции подтвердили, что убитые и подозреваемые работали в органах. Супруги собирались разводиться. Расследование уголовного дела взяли на контроль МВД. В регион направили группу из числа сотрудников собственной безопасности и криминальной полиции министерства. Ведется досудебное расследование по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания 25-летний мужчина. Назначенный экспертизой проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Вы смотрите «Новости информбюро» и мы продолжаем выпуск. В Казахстане, несмотря на предлагаемую высокую зарплату в полтора миллиона тенге, не хватает специалистов по кибербезопасности. Спрос на экспертов в области информационной защиты за последние два года удвоился, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала. С чем связаны дефициты? Что думают на этот счет действующие специалисты? Узнавали наши корреспонденты. По данным сервиса по поиску работы, больше всего востребованы специалисты по кибербезопасности в Алматы и Астане. Там сосредоточены 53,29% вакансий, 8% в Уральске и еще 10% приходится на все остальные регионы. Несмотря на предлагаемую оплату труда от полумиллиона тенге до полутора, специалистов по защите данных не хватает. Хотя в казахстанской компании, которая уже много лет занимается обеспечением кибербезопасности, сомневаются, что новичку сразу предложат высокую оплату труда. Для начала нужно поработать в отрасли как минимум 5 лет. Есть компании, которые понимают необходимость этого. Есть компании, которым это нужно, но необходимость еще не понимают. Банки традиционно являлись флагманами в области обеспечения информационной безопасности. Увеличившийся спрос на специалистов по информационной безопасности эксперты связывают с огромным ростом кибератак, который наблюдается в последние несколько лет. Поэтому многие компании стремятся защитить свои сети от потенциальных цифровых угроз. Сейчас на рынке IT идет бурное развитие. Много молодежи, желающей работать в сфере. Им в первую очередь эксперты советуют развивать помимо профессиональных коммуникационные навыки. Необходимо, сейчас скажу страшное слово, продать себя, продать те тезисы, с которыми ты пришел в компанию. Продать, во-первых, всю важность, всю критичность этого подхода первому руководителю или его профильному заму. И продать необходимость, соблюдать кибергигиену сотрудникам компании. Вот это то, что требуется в том числе от специалистов по кибербезопасности. К сожалению, этим навыкам никто не учит. Больше всего специалисты по кибербезопасности востребованы в секторе информационной технологии, системной интеграции, интернет, в финансовом секторе, в сфере нефти и газа. Казахстанские специалисты востребованы по всему миру. Многие работают в крупных компаниях, в том числе удаленно. Эльмира Ержанова, Замат Кубигенов, Информбюро, 31 канал. В Павлодарской области крупное судоремонтное предприятие может закрыться. Местные власти планируют построить на его территории школу. Специалисты боятся остаться без работы, да и суда ремонтировать будет негде. Тему продолжит Валентина Леонова. Павлодарское судоремонтное предприятие – единственное в стране, занимающееся ремонтом, осмотром и переоборудованием грузовых и пассажирских судов сразу для нескольких регионов. Предприятие получило уведомление от Акимата города о принудительном изъятии земельного участка. Местные власти планируют построить там новую школу. Ликвидировать предприятие, не глядя, приехали, посмотрели бы все прошли, не глядя, а убрать. А куда людей мне девать? Хоть 300 человек, ну куда-то их девать надо. Предприятие обладает мощными техническими возможностями. Имеется устройство, позволяющее поднимать суда для проведения ремонтных работ. По словам руководства, подобное приспособление имеется только в Семее и Омске. В Акимате города ответили, что для строительства школы рассматривается три участка. Выкуп 48 частных домов, один соцобъект, где базируется организация для людей с инвалидностью и непосредственно судоремонтный завод. Сказать сейчас, что это будет именно судоремонтный завод, мы не можем. Это будет одна из этих трех точек. Школа под 1200 мест учащихся, она должна занимать 2,2 гектара по тем условиям, которые нам дают инвесторы. И этот участок как раз подходит других участков на территории города. И в том числе на территории Усулки с таким объемом у нас нет. Микрорайон, где планируют строительство новой школы, расширяется. Строятся новые дома, соответственно увеличивается численность людей. Сейчас здесь функционируют две школы с проектной мощностью более 2300 учащихся. А по факту обучается 3617 детей. Соответственно дефицит ученических мест составляет более 1300. Нехватка школ наблюдается и есть потребность в строительстве школы на 1200 мест. Павлодар растет и развивается, возводится новое жилье, соответственно увеличивается количество семей. Но закрыв судоремонтное предприятие, отправив на металлолом всю технику, можно навсегда забыть о судоходстве на реке Иртыш. Валентина Леонова, Алексей Мехедов, информбюро Павлодарская область. В Акмолинской области сегодня обсудили перспективы развития обрабатывающей промышленности в рамках исполнения поручений главы государства. Затронули вопросы содействия в привлечении инвестиций, развитии отрасли, машиностроения. На встрече отметили необходимость расширения существующих производств и создания новых. С подробностями Зарина Беккалеева. Сегодня в области действует свыше 800 предприятий, обрабатывающие промышленности. На встрече было сказано о глубокой переработке производимой продукции. Должны быть приняты меры по уменьшению себестоимости, но по увеличению добавленной стоимости продукта. Местные власти также уделяют особое внимание мерам господдержки предприятий, обрабатывающей промышленности и привлечению инвестиций. Когда каждый инвестор приходит, они берут на себя обязательства создания столько рабочих мест, увеличить объем производства, столько налоговых будет поступлений в бюджет области и республики. То есть мы должны, как местные исполнительные органы, уполномоченные органы, именно создать благоприятные условия, в первую очередь, для инвестора. В Акмолинской области из 85% объектов, обрабатывающей промышленности, 17,8% формирует машиностроение. Объем производства за четыре года вырос более чем в два раза. Участники встречи отметили, что необходимо увеличить долю в отрасли. Потенциал мы считаем, что существует, конечно, также благодаря тому, что город Астана разрастается, город, модель меняется больше сервисную, соответственно, промышленности нужно тем не менее сопровождаться и обслужить этот регион. И так как является столицей, конечно, можно будет создавать целый пояс промышленных предприятий именно Акмолинской области. В целом было отмечено, в Акмолинском регионе реализуют более 60 инвестпроектов, почти на 500 миллиардов тенге. В Актау власти за два года обещают решить вопрос с нехваткой мест в школах и трехсменным обучением. В областном центре планируют построить сразу 10 заведений. 8 из них возведут в рамках национального проекта «Комфортная школа». Об этом стало известно в ходе встречи Акима Мангостаусской области Нурлана Нагаева с горожанами. Актауцы рассказали Акиму региона о наболевших проблемах, одна из которых – нехватка мест в школах. К примеру, в 16 микрорайоне нет учебного заведения. Горожане говорят, ребятам приходится ездить в другой микрорайон. Но и там дети вынуждены учиться в три смены. Я очень ждала этой встречи. Вот сегодня специально пришла на личный прием к Акиму области, чтобы попросить поскорее завершить строительство школы. Ответом довольно. Спасибо. Строительство школы на 1500 мест в данном микрорайоне, как и еще пяти школ по проекту «Комфортная школа» уже началось, говорят в Акимате. Объекты планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Всего в областном центре построят 10 новых школ. В общем, на 13 тысяч мест. Заказчиком выступает АО «Самрук Казна Констракшн». Наша главная задача – учесть все пожелания, требования населения. Повысить качество жизни людей, их благосостояние. Создать для этого условия. Обеспечить бесперебойным предоставлением коммунальных услуг. Своевременно решать вопросы безопасности, безработицы и так далее. Это одна из главных задач, которую поставил глава государства перед нами. Всего на личном приеме главы региона Нурлана Нугаева побывало свыше 100 горожан. Жанна Раслханова, Махаббат Нуржанхаза, информбюро «Мангистауская область». А в Алматы стартовал чемпионат по баскетболу «Кубок надежды-2023» среди участников Народной лиги. Данный проект полностью финансирует Халыкбанк при поддержке Национальной федерации по баскетболу. Дамир Айнитов расскажет, как прошло открытие самого долгожданного для детей турнира. В соревновании участвуют 22 команды, 16 мужских и 6 женских. Игроки из 16 центров поддержки детей и детских деревень по всему Казахстану готовились к чемпионату на протяжении года. Роль Халыка в организации, в финансировании, в обеспечении тренировок для детей и обеспечении в полном обмундировании. Это форма, это весь спортивный инвентарь. То есть мы видим хорошую перспективу этого проекта. За все годы прошло около 3000 участников. Мы видим, что этот проект нравится детям, нравится тренерам. И такой очень хороший эффект имеет. Турнир будет подходить с 2 по 7 ноября этого года. 7 ноября мы определим победителей и будем награждать. Детишки, самая основная задача этого турнира, это принести радость этим детям. Особой гордостью организаторов является то, что в этом году к проекту и чемпионату присоединились женские команды. До этого участниками лиги были только мужские команды. Стоит отметить, что девочки играют ничуть не хуже мальчиков. Техника, плавность движений, точность бросков. Вот что первое бросается в глаза при просмотре игры. Участвую в первый раз. Очень интересно. Пить за кубок надежды. Я хочу сказать большое спасибо организаторам этой игры. Ожидает, что мы победим. Будет все без травм. Все будет хорошо. Напомним, что проект «Народная лига» берет свое начало в 2005 году. На протяжении почти 15 лет он объединял детей из детских домов и школ-интернатов со всего Казахстана для игры в баскетбол. Из-за пандемии коронавируса мероприятие не проводилось три года. Однако теперь турнир вновь станет доброй традицией, обещает в Халых. Организаторы уверены, что для детей «Народная лига» станет действительно настоящим социальным лифтом, своеобразной лесенкой для их дальнейшего развития в жизни. Дамир Анитов, Ринат Абухаиров, Информбюро. Настоящий натуральный казахский чай «Чемпион Кения Сансет». Это черный, высококачественный, гранулированный кенийский чай, который наполнит каждый дом ароматом уюта и станет украшением любого достархана. Обладает великолепным, терпким и насыщенным вкусом. «Чемпион Кения Сансет» не содержит красителей и ароматизаторов.